Новогремячинское сельское поселение расположено в северо-восточной части Хохольского муниципального района. В Новогремячинском поселении одно село – Новогремячинское. Административный центр поселения – село Новогремячинское. Планировка населенного пункта обусловлена рельефом. Территория поселения граничит с Петенским, Костеновским, Гремячинским сельскими поселениями Хохольского района, а также имеет общую границу с городом Воронежем, юго-восточной границей. Расстояние от села Новогремячинское до областного центра города Воронеж составляет 15 км, до села Хохол районного центра – 25 км. Территория Новогремячинского сельского поселения имеет удобное транспортно-географическое положение. Дорога федерального значения проходит по селу со стороны Воронежа на юг нашей области на Острогорскую трассу. Далее можно выехать либо на Курскую, либо на М4. В настоящее время общая площадь земель в границах муниципального образования составляет 12 237,63 гектара. Село Новогремячинское – административный центр поселения. Расположено в юго-западной части поселения, вытянуто вдоль правого берега реки Дон. Заезд в село со стороны административного центра района осуществляется с дороги регионального значения – М. Дон, село Гремячье. Жилые кварталы населенного пункта преимущественно имеют прямоугольную форму. Улицы имеют двухстороннюю застройку. Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками, а также 24 многоквартирных дома. На территории сформировавшейся общественно-деловой зоны расположены следующие здания – администрация, библиотека, школа, реконструируемый детский сад, отделение связи, отделение банка, магазины, завод «Каскад» – переработка молока и один из крупнейших рекероводочных заводов «Висант». Две пилорамы, мехцех – зона сельскохозяйственного использования в границах села, представлена охородами, пашнями, сенокосами. Село, вытянутое вдоль правого берега реки Дон, разделяется заливными лугами. Есть улица Октябрьская, самая длинная и многочисленная, Придонская, самая старая улица, улица Мира, улица 40 лет Победы, Чапаева, Зеленая, Молодежная, Новая, Три переулка – Садовой, Чапаевой и Школьной. Численность населения на 1 января 2014 года составляет 1700 века. Село Новохремячинское называлось просто «Юнёвка». Основано оно в 1860 году крестьянами соседнего села Устье, и раньше оно называлось Устьевским выселком. По местному преданию, причиной побудивших переселению был пожар в селе Устье. Погорельцы решили ставить хаты на новом месте, ближе к своим земельным наделам. В 1887 году выселки имели 22 двора. До 30-х годов на территории села было несколько мелких колхозов. 5 мая 1942 года территория поселения была оккупирована фашистами. Памятник односельчанам, погибшим в годы войны, был установлен на Центральной площади в 2005 году, в канун празднования 60-летия Победы. На сегодняшний день установлены имена и фамилии 47 человек, не вернувшихся с фронта. В 1960 году на базе колхозов Заветы Ленина и совхоза Красный Транспортник было образовано одно хозяйство – совхоз Гремячинский, плодо-овощемолочного направления. Хозяйство на протяжении ряда лет являлось передовиком производства овощной и животноводческой продукции. В 1993 году совхоз Гремячинский был преобразован в товарищество Новогремячинское. Новогремячинское сельское поселение, как сельсовет, образовано 23 июля 1993 года, в соответствии с указом Президиума Верховного Совета Российской Федерации. Административным центром Новогремячинского сельского поселения является село Новогремячинское. На территории поселения имеется 696 домовладений. Возрастной состав поселения. Моложе трудоспособного возраста – 420 человек, в трудоспособном возрасте – 1000 человек, старше трудоспособного возраста – 500 человек. Более 80% трудоспособного населения работает на предприятиях города Воронежа. Другие жители работают в Новогремячинской СОЖ, отделении связи, медамбулатории, отделении Сбербанка, администрации сельского поселения, в сельской библиотеке, на ЗАО «Каскад», а также заняты индивидуальной трудовой деятельностью, личным подсобным хозяйством, в основном выращиванием раннего картофеля и овощных культур, а также разведением молочного скота. Село полностью газифицировано, имеется водопровод с протяженностью 16 км, изношенность труб составляет 65%. Из 43 км внутри поселковых дорог – 12,8 км с твердым покрытием. Из них около 6,5 км требуют капитального ремонта, а 4 км дополнительно нужно прокладывать.